александр львович помните вы как-то говорили приезжайте когда все я такое говорю да такое было и александр львович у нас все и мы приехали доброе утро валенок какая-то в питере переменчивая погода не говорит ника я чё по 1 сергеевич надо знаешь что надо шпалу взять а ну да потому что скорее всего он в это надолго а намазали да кстати будет сейчас я аккумулятор подключу александр львович мы едем да блин тара капот то алюминиевый тарас егей а багажник багажник до сошпал и на капоте как-то не очень хорошо донателло привет ну что валенок стартанешь него от ватт пала за комфорт мерседес бэнс ну что не знаю что посмотрим я багажник закрою благодарочка очень нормально не смотри на что работает а да прости я все время забывает чего ну что дверь не работает но если он еще и драйв включить давай нет не включит но почему ты как вы всегда такой это мерседес тебе ближе чем блин причем все то что там надо надо финна автопор с кулису взять еще не включить короче валенок порой отказывается ехать а такие утренние квесты заводом как правило проблема нет а вот включение передач еще имеются надо разобрать посмотреть что хочешь разобрать но не сейчас сейчас я хочу драйв включить давай давай а прикинь как сидел здесь успешные бизнесмены так же как и ты бизнес по-русски не торопись да я что сейчас чеснок у щелкой щелки да не дощелкивать что там как-то херово а мутных вы а нормально то на холодно не подтравить до свечки на все 18 по 16 дорога банк там мы продолжаем и нанирует подла ты же включишься то нет понимаете утро начинается низкой до сущения драйва сейчас переведем в режим зимы спорт не не здесь нет спорта здесь есть стандарт и W winter типа победитель нет типа зима поздравляю короче winter я понял надо постучать а потом включать это же mercedes что-то хрустнуло надеюсь там никто не было никто не очень хорошо сейчас я все делю надо кулисы собрать . . . Что-то мы зачастили, Тарас Семенович. Георгий Александрович, хорошим людям. Господа, вы нас не ждали, мы пришли. Андрюха, бонжерно. Александр Львович, самое наше категорическое приветствие. Ну и также лучшим людям в лице сарказма. Александр Львович, помните, вы как-то говорили, приезжайте, когда все. Я такое говорил? Да, такое было. И Александр Львович, у нас все, и мы приехали. Что у вас все? Тормоза все. Я надеюсь, не Китти, не Китти, нет? Нет, 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 с Китти все хорошо. С Китти все просто блестяще. Мы тут ночью, да, Вич, купили Мерседес. Не глядя. Не глядя, да, 220-й. Пятилитровый, лонговый просто, значит, все. Но потом мы подняли и выяснили, что у нас полное наличие, отсутствие тормозных систем. Ну, как бы, задние шланги, они перекусаны, перерезаны почему-то. У меня уже начинается внутреннее сжатие, сжатие. Беспокойство, да? Что еще? Передел, надо отказываться. Да, 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 да. Кстати, вот Андрюха видел. Да. Вот, правильно разминаетесь, Александр Львович, потому что на подъемнике его не поднять. Да, потому что у нас, помимо наличия, отсутствия тормозов, еще полное наличие, отсутствие, в том числе, как бы, и порогов, и ряд силовых конструкций кузова. То есть мы сейчас его не посмотрим. Посмотреть можно всегда. Хорошо бы на него посмотреть, да. Вот, просто дело в том, что вот тот замечательный человек... Подождите, первый вопрос, он вообще доехал? Да. Сам, да. Есть, да? Да, он там стоит, Александр Львович. Мы научим вам пользоваться, да. Хорошо, это первый вопрос. Второй вопрос, значит, кузов. То есть подъемник нам не нужен? Ну, нет, подъемник хорошо бы, но он не поднимется. Вот Андрюха говорит, что он в совершенности постиг технологии подъема домкратами. Там, за редуктор и за подрамник. Слушай, ты и будешь сейчас отвечать за это. Я понял, ты уже... Да. Слушайте, ну хорошо, у тебя место, чего с местами? Куда сейчас можно поставить? Ништяк. Это большой бокс, да? Я так понимаю. Хорошо? Да. Давайте тогда заявим в бокс. Чего, чего, чего. Люди есть? Силы есть? Да, да, да. Можно поставить, посмотреть. О, так. У меня ключи только. Подожди. Я мечтал о таких ключах. Дело в том, что надо научить им пользоваться. Да. То есть там определенный ряд лайфхаков. Пойдем, мы лучше покажем. Да, да, да. Александр Иванович, все как вы любите. Действительно, когда все. Небольшой мастер-класс. Друзья, когда этот замечательный автомобиль останется у вас в ремонте, у нас есть шпала. То есть вот это, это не одежда прошлого хозяина. Я думаю, что это нано-роботы, которые не справились. Понимаете? Так вот. Я думаю, что это последний автослесарь. Да. Видимо. То есть мы следующие. Но шпала здесь не просто так. Добавятся рукава, да? Да. Александр Иванович, значит, сразу хочу сказать. Шпала здесь не просто так. Давайте продемонстрируем. Да. То есть когда автомобиль, ну, значит, остается. В обесстроченном состоянии. Да. Значит, чтобы не открывался багажник, надо класть шпалу. Почему надо класть шпалу? Потому что аккумулятор надо отключать по той простой причине, что какой-то из блоков высасывает электрическую энергию. Какой, мы пока не знаем. Об этом будем разбираться потом. Да. Все очень просто. Рукав пока пусть будет здесь. Мы подаем питание. Вот оно. Все. Ожил? Да, пожалуйста. Андрей, присаживайтесь. Тест-драйв. Можно, в принципе, шпалу сейчас сразу положить, потому что будем задом сдавать. Я ничего не сломаю. Не-не-не, пожалуйста. А, там нечего. Там все шло. Вот, шпала. Все, прижали. Далее. Смотри. Андрюх, если... Это, да, это регулировка стекла. Сейчас мы, вот, покажем. Вот, видите, все. А-а-а. Да. А можно мне так же? Это опция. Нет проблем. Заводите автомобиль. Заводится отлично. Вот, видите, аккумулятор надо включать. Смотри, теперь, если не будет, включается драйв. Попробуй. Нет, да? Несколько раз, три раза сегодня выработали технологию. Надо кулаком ударить по ней. Прямо. Прямо, да. Бей, бей, сильней. Еще. Вот. Вот, теперь драйв должен включиться. О! Работает. В принципе, Александр Иванович, это основные тезисы управления автомобилем. Не, не, я понял, что вот это, это не основное. Не, 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 это не проблема. Ну, не надо, не надо. У нас будет новая. Я понимаю, но вот еще... А новая будет. Да подожди, еще сломаешь. Вот, передние тормоза, как бы, вот они. Вот, ну, вот это передние тормоза. Это, не, это Запорожье. Это ДТП. ДТП, да. Я понял, но это передние тормоза, видимо, были. Да. Ну, мы не стали оформлять. У запорожца были тормоза? Нет. Нет, он стоял. А, он стоял. Тихо работает, да? Очень, очень. Фильм бумер, фильм бумер. Чисто восьмерка. Да, да, да. Антибумер, да? Вот, сейчас будет квест его поднимать. Чисто восьмерка потом. Ну, он, видимо, он низковат. Низко стелит. Да? Мы что-то не знаем. Да, что-то шкрябает. Защита отвалилась, что ли? Да не должна. Нет. Это сейчас прям как Mortal Kombat. It has begun. Командная работа. Да, смертельная битва началась. Мне кажется, Андрюха уже пожалел, говорит, что постиг технологию подъема за редуктор в совершенстве. Ого, это такое дело. Но. Да. Ну, как-то так. Есть хорошая новость. Так. Тормоза в общем укомплектованы. Это хорошо. У меня есть еще одна вещь, которую я давно хотел сделать. Вот, ткнуть ключом BMW в лонжерон Mercedes. Ну, я понял. За подрамник подняли, да. То есть, как бы, в общем-то целом. Не, не, я. Мы нашли точку, она... Достаточно крепкая. Но, я вас уверяю, мы переваривать будем. Я вас уверяю. А правда, Александр Львович, что тут это Brembo тормоза нет? Ну, в смысле, вот на конвейер Mercedes? Да, 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 да. Это, конечно. Это абсолютно верно. То есть, Brembo. Да. Из хороших новостей у нас, смотрите, у нас диски. Там еще что-то осталось от колодок. Да. Диски есть. Диски есть. Колодки. Их мало, но... Ну, их нет. Александр Львович, у нас... Ну, в смысле, если бы вы просто был необычный клиент, ну, ставили так, ну, давайте посчитаем. Да. Александр Львович, у нас бюджет, у нас, понимаете, да, у нас, как бы, по правилам, зарплата человека, который купил этот Mercedes, 30 тысяч рублей в месяц. Что? Да. Да. Так, хорошо. То есть, как бы... Подождите, мы сейчас с вами о чем говорим? О недорогом ремонте, Александр Львович. О недорогом ремонте Mercedes. С-класса. С-класс. Пятилитрового. Лангового. Пойдемте к задней оси. Диски меняем? Нет. Нет. Колодки? Ну, если им совсем кирдык, то самые недорогие. Вообще-вообще. Вообще-вообще. Рублей 600. Ну, надо нормально. Надо нормально. Пойдемте к задней оси, там очень интересно. Андрюха по самым разом. Почему вы не сказали волшебники? Вот это слово, волшебники. Андрюха, там не трогай. Значит, здесь еще... Ну, там подрамник, нормально. Спасибо компании Mercedes, что они ставят подрамники. Вот наша задняя часть автомобиля. У меня есть предположение, что предыдущий человек зарплатой в 25 тысяч рублей скопил на задние тормозные диски. Да, они даже более-менее... Есть предположение, что просто на них вот эти вот штучки, которые находятся в суппорте, которые поршни, они, наверное, не нажимали на этот диск. Они его не травмировали. Не знаю. Разрешите, Андрюха. Да, конечно. Дело в том, что у меня есть подозревание, что вот это как бы с разборки, потому что здесь Z, ну, логичная предположенность задней. Вот. Ну, это тоже полбеды, потому что, Александр Майлович, фишка в том, что почему-то у нас перекусанный... А, то есть все-таки не нажимал. Да. По какой-то причине... По фишке. То мытье. Вот эта вот цена владения автомобилем, она повышается сразу, уменьшается. Уменьшается, да. Уменьшается. Но нам бы все-таки хотелось тормозить, у нас как бы 5 литров мощности. То есть нам надо поставить шланг? Два. Я понял. Пока... Андрей, ты крайний. Да. И, соответственно, ну, я не знаю, в каком состоянии трубки тормозные, которые, ну, вроде бы... На самом деле, если посмотреть под капотом, кто-то тащил трубку одну назад. Одну, да. Одну. А вторую не тащил. То есть, как бы, может быть причина в этом. Но учитывая схемотехнику 220-го кузова, там вот эта трубка, она проходит там под баком, вот это все. Да? Да. Александр Майлович, извините, ну, вы сами заговорили. Приезжайте, когда все. У нас все, мы приехали. Да. Есть другая категория уже, она пращивается. Есть категория «что-то починить», есть категория «что-то скрипит», она вот здесь. Есть категория «она ниже, это все». Ага. Есть категория «не рука не поднимается». Точно все. Категория «рука не поднимается», да, то есть, назовем это. Нет, категория... В принципе, сейчас придумаем. Достаточно неплохо. Сейчас вы выйдете, я скажу. Да. А у меня даже, знаете что, есть одна мысль. А, есть оперетишка, а есть дожды стиха, это категория дожды стиха, это когда уже все прошло и... Это вы как по-французски-то понимаете? Ну, типа просто, да. А, это самое, а если мы... Ну, мне просто... А, нифига. Что? Ну, мне просто интересует... А, ты хочешь проверить, вообще жижа проходит там или нет? Да, пойдет тормозуха или нет? А, так ну да, надо было иногда нажать на педальку. Что, что, Александр? Нет, ну, все хорошо, это как датчики можно использовать. Тут, кстати, смотри, датчик износа колодок, вот есть. Да, у нас даже запасной есть. Даже запасной есть. Я сейчас принесу. Что удивительно, он есть. Несу, дверь не открывается. А, супер. Ну, сейчас я приеду. Все, проложено, все черно. Да, ну, тут шланги немножко живые, вроде как. Что скажете? Здесь трубка есть. Вот. Ну, это там, это датчик какой-то... Это не про нас. А, это, да, это уровень, не уровень. Да, датчик. А, датчик. Да, кстати, слушайте, спасибо. Да, вот, датчик вот. Это от прошлого хозяина, лайк ему. Оставил. Хорошо, нет, это уже вложение. Это пошли вложения, первый бюджет и эти самые. Юргий, сэр, ну, надо, конечно, жмякать. Жмякать, жмякать, жмякать. С молдом, как-то так. Да, там что-то Андрюха изобретает. Да, да, да. Сейчас. Андрюха, ну что? А, слушайте, я прошу прощения, сейчас... Вот, у нас есть отличная... Да, вот она. Она даже протянута там? Протянута. Даже неплохо. Но, я не знаю, она это, не она хрен его знает, потому что, если мне не изменяет мозг, какие-то тормозные трубки на задницу, это вот эти, которые вниз пошли. Если мне память не изменяет, я давно уже в 220-м делу не имел. Хороший блок ABS, Бош. Вот. Сейчас. Блок ABS? Не знаю, у нас ошибка по датчику. А, тогда нет. Тогда просто хороший блок. Да, просто хороший блок, да. ИР, вот он. Это задний. ИР, да. Какие задние? Да, вот это задняя. Вот это одна задняя, правая. Да. То есть задняя правая у нас новая. Ну, мы не знаем до какого момента она новая. А, то есть сколько лет она уже новая, мы не знаем. Нет, до какого уровня. Может там соединитель место стоит. А, может быть, да. То есть ограничение на метр, да. Красиво тут у вас, Александр Львович. Вот суппорта лежат. Слушайте, правда, вот сейчас сезон такой, некуда поставить. Уже решили даже на наш круглый столик. Да, вот, кстати, Антоха HP Break Performance Привет на Антипыче прекрасно работает. Слушайте, да, объем работы такой же, по-моему, даже цвет такой же. Или очень похожий. Да, да, ну, очень похожий. Очень похожий. Но, тем не менее, пока мы не перешли к суициду, то есть как бы, я хочу напомнить, что вот данное правило проекта, может ли ездить на 220-м кузове человек, у которого зарплата 30 тысяч рублей в месяц. Да, причем 5-литровый, лонговый, все такое. Поэтому денег у нас нет, и нам бы, как сказать, как это слово, то есть такой медицинский термин, гомеопатически. Ё-моё. Да, гомеопатически. Это я отдельным пунктом не пишу сейчас, что социопат. Да, перед тем, как мы сейчас ко всему этому перейдем, пожалуйста, возьмите тоже набор юных. А, это же против меня? Да, нет, нет, нет. Это против себя самих уже. Это против себя самих, да. Символично лежит два лезвия. Слушайте, ну да, надо подтвердить, что ездить он может, да. Но когда-то приходит час расплаты, и нужно что-то сделать с автомобилем. Значит, с точки зрения технического поддержания, мы говорим про данный автомобиль, да? Да, да, да. Я бы даже более сказал, не просто про данный автомобиль, а чека с конкретным заработком. Да, тут даже все в деле в бюджете. Да. Хорошо, ну смотрите, первый вопрос, что то, что мы увидели, оно, конечно, есть элементы забавности и всего, но с другой стороны, есть какие-то элементы, которые просто мы можем, не закрыв глаза, там, сняли, починили, да, разобрали и что-то сделали, а мы можем сначала сделать, такое слово есть, дефектовку, да? А, ну конечно, да, прежде чем что-то. Значит, у нас с вами на автомобиле, там, четыре узла, которые отвечают за торможение автомобиля. Ну, то есть, два задних суппорта, да, диски-колодки, два передних. Соответственно, что мы видели? Передние диски-колодки, они есть. Да, физически. Они физически присутствуют, да, и поэтому здесь мы сделаем перемер и определим допуски. А, вот это вот. В каком состоянии, да, находится тормозной диск, и нужна ли там реальная замена, либо эта замена подождет еще, там, я не знаю, 10 тысяч километров. А для нас 10 тысяч, это большой пробег, да. Слушайте, ну это на самом деле, пять раз в Москву обратно. Ну вот, да, а так сказать, и подкопим на колодке-то? Да, на диске-колодки. Под таксуем, да. Главное, чтобы наш рукав не торчал. Ну да, 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 безусловно. Значит, что мы будем делать, что мы планируем сделать? Мы разделяем наши проблемы вот на эти куски. Плюс к тому добавляется проблема, это трассировка, это сама трасса, да, и работа электрики. Работу электрики мы не возьмемся, это не наше. Мы можем потом... Александр, я не подменяюсь. Не химически больше. Работа электрика, это... Тормозов, тормозов ТБС, там, скорректность. А, нет, да, то нормально. Не-не-не. Нас интересует сейчас больше... Гидравлическая часть, чтобы она... По машинкам, давайте, да, чтобы просто мы друг друга там понимали, мы их снимаем, мы их снимаем, мы их дефектуем и определяем, согласовав с вами, какие работы мы четко проведем. Мы сейчас не видим поршней. Вот самый главный элемент, да? Мы не видим поршней. Мы не знаем, почему обрезались шланги на задних саппортах. Да, это, кстати, очень большой вопрос. Почему они обрезаны? Потому что тормозные диски, в принципе, нормальные. И колодки, кстати, тоже есть. А зачем мы резанули вот эти тормозные саппорты? Ну, в этом вот. То есть мы с вами смотрим реальное состояние саппортов. Две причины. Либо они текли, либо они заклиненные были. И поэтому взяли решительно. Есть еще одна причина, Селёв. Мы нашли вместо запаски колесо третье, которое должно быть, а четвертое, видимо, осталось на дороге. То есть, соответственно, с этого автомобиля когда-то физическим образом на ходу отваливались колеса. Ну да. Задние. Как бы это глупо не звучало. Поэтому есть у меня такое подозрение, что человек купил на разборке соответственно, диски и суппорта. Потому что там на суппорте видно, что он как бы с разбора. Видимо, когда машина падала, у нас же там, видишь, даже с этой, с левой стороны там рычаги подточены. Видимо, это все размолотило. А сейчас, как бы, вот эти все вещи, они, как бы, ну, не похожи, чтобы на этот тормозной диск падала машина. Видимо, мы можем делать логический вывод, что человек какой-то, когда у него колеса, господи, прости, отпали, значит, вот эти штуки прикрутил, но с его зарплаты у него не было денег, чтобы тормоза, значит, воссоздать и прокачать. То есть, фактически, он сделал очень много работы за нас. То есть, мы сейчас попадаем на тормозные шланги. Ну, это стоп. Что само по себе не... Ну, да, это не за скотчик. На тормозные шланги и, соответственно, колодки. Остальное покажет, как бы... Остальное дефектовка. Дефектовка, да. Естественно, да. Соответственно, а потом соглацуем все эти моменты и уже... Да, да, да. Это наиболее ровный шаг. Вот с нашей точки зрения, тем более, если вы просто говорите, что есть слово бюджет, вот, бюджет... Мы просто... По-разному определяем. Александр Львович, мы на грани. Не, 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 не. Я понял, что... Сначала вы показываете, что вы на грани, потом это все против нас будет. Вот, и грани у нас будет. Вот. Ну, то, что мы видим, да, это достаточно жестко. Соответственно, чтобы это было мягче, нам просто надо голову включить и сделать... Ну, соответственно, да. С одной стороны, разумно, технически, с другой стороны, просто по-человечье. По-человечески. Вот. Кажется, человек человеку... Дрюх. Да. Я думаю, что на этой оптимистической ноте... Да, да. Как бы надо подытожить. Подытожить. Да. Вы нам дадите времени, да. Время, безусловно, конечно. Просто сначала смотрим, потом... Поэтому поступим, я думаю, что мы следующим образом. Значит, наш замечательный Mercedes-Benz, кстати, он получил название валенок. Вален? Валет. 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 Хорошо бы, чтобы еще тормозил так же. Оставляем у Александра Любовича. После того, как произойдется дефектовка, мы, собственно говоря, приедем, снимем как бы серию, покажем, чего как, чего куда и каким образом такими гомеопатическими, нравится мне это сказать, гомеопатическими, локальными средствами будем все это дело создавать. В стаканчике будем там разводить что-то, да? Да, обязательно. Ну, всякие, смазки, все в этом духе. Вот, значит, пока ничего, ну, пока на самом деле ничего такого сильного криминального, у нас сейчас попадалось как бы на два шланга и там еще надо смотреть, что с магистрали. В принципе, пока недорого, мы в бюджете. Всем мира, добра, удачи. Подписывайтесь на канал, ссылки на Александра Любовича будут в описании. Если кого-то что-то интересует там по тормозным системам, это сюда. Антоха, HP Breaks, привет. Спасибо. Скидки Александр Любович обещал от независимых экспертов. Обращайтесь. Да. Хорошо. Да. Представляешь честно, да. Все хорошо. На группу нашу тоже подписывайтесь. Инстаграмчик, колокольчик. Опять же, пока. Субтитры сделал DimaTorzok